Слушателям радио говорит Москва. Какова цель наступления ополченцев на востоке Украины? Предложено слушателям три ответа. За то, что ополчение должно очистить Луганскую и Донецкую области от прокиевских карателей, проголосовали 7% аудитории. Еще 14% респондентов из числа слушателей радиостанции хотят, чтобы донбассские ополченцы освободили от прокиевских карателей также и Запорожскую и Херсонскую области. Таким образом, Россия получила бы сухопутный коридор в Крым, стала бы контролировать воду в устье Днепра, смогла бы контролировать как минимум одну мощную гидроэлектростанцию, поставляющую энергию в Крым. Но огромное большинство радиослушателей высказалось за то, чтобы ополченцы освободили от карателей также и Николаевскую и Одесскую область. Таким образом, чтобы украинские патриоты вместе с русскими братьями смогли бы контролировать все морское побережье, сухопутный коридор в Крым, в Приднестровье и в устье Дуная. Я не знаю, зачем мне прямо сейчас устье Дуная, но сами знаете, вдруг понадобится. Что ж, вчера умер такой российский персонаж Сергей Доренко. Украинец, рожденный в Украинской УССР, с украинской фамилией, последние годы активно вылизывающий зад русскому рейху. Человек, который менял окрас, как хамелеон, соответственно, времени бесконечное количество раз. Конечно, производил впечатление высокий, с мощным голосом, таким пристальным взглядом. Он всегда изображал из себя кого-то. И вот вдруг людям захотелось даже посочувствовать смерти этого человека, по сути, ничем, абсолютно ничем не отличающимся ни от Соловьева, ни от Киселева, ни от Скобеевой. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Как всегда говорят, главное не столько событие, сколько реакция на событие. И вот здесь было очень забавно. Ну, например, реакция Бабченко, когда он порадовался смерти Доренко, я не удивился. Это, в общем, в его духе. Но кто первые выпустили так называемые некрологи по следу? Шевченко-Невзоров. Для меня эти два человека всегда идут в какой-то связке. Почему? Да потому что у меня хорошая память, в отличие от многих молодых, кто, например, сейчас смотрит Невзорова и очень сильно восхищается этим человеком. А я помню его 25 лет тому назад, 20, 15 лет тому назад. И я помню, что он говорил. И поэтому для меня Невзоров-Шевченко это два человека, способные переобуться на лету в сальто сколько угодно раз. Они были за коммунистов, когда были коммунисты, они были за демократов, когда были демократы, они стали за либералов, когда были либералы, и вот сейчас они, видите ли, антипутинские. Ну, как бы антипутинские. Невзоров, например, никогда не говорит плохо о Путине. Он будет вешать вам лапшу про церковь, в которую еще недавно ходил с благоговением, ставил свечки, призывал молиться, поститься, хотел постричься в монастыре и даже учился на какого-то там попика. Единственное, что я ожидаю от Невзорова, так это его официального каминг-аута. Интересно, доживу ли я до этого? Ну, хотелось бы, чтобы хотя бы в одном бунде он попытался быть честным. Так вот, Невзоров и Шевченко тут же сказали теплые слова вслед Доренко, дескать, ну да, не без греха, как и мы, но ведь талантливый человек, ведь столько хорошего сделал. Конечно же, большая потеря. Ну, а дальше по списку, точно такими же словами, Соловьев. Большая потеря для российской журналистики. Киселев, каким он парнем был. Ах, талант, талант. Первый канал прощается со своим коллегой Сергеем Доренко. Да, Доренко производил впечатление. Действительно, харизматичный человек. Энергия так и била из него. Он мог захватить зал, он мог привлечь внимание, он мог сделать страшные глаза и что-то там нести. Но вот сейчас я просмотрел минимум пять его роликов и понял, что человек, в общем-то, давно уже был не в себе. И, конечно же, Доренко – это крыл наш. И, конечно же, Доренко называл украинцев, еще раз, украинец Доренко, рожденный в Керчи, называл украинцев хохлами, издевался над ними, называл Украину влагалищем, а Россию – большим мощным фалосом, который изнасилует эту Украину и поделом ей. Конечно же, он восхищался востоком Украины, призывал к победе Новороссии, вообще был таким русским националистом. Для него весь мир – это, по сути, Россия. И жаль, что пока еще Россия весь мир не захватила. Жалею ли я о смерти этого человека? Вы знаете, даже если человек обладает харизмой, энергетикой, мощным голосом – это был враг. Враг свободы, прогресса, враг Украины, враг и России, свободной России в том числе, потому что благодаря вот таким Доренко все еще держится этот режим. Почему я вначале дал вам послушать его такое артистическое выступление? Не потому, чтобы вы удивились тому, что он говорил, ведь наверняка многие это знали, а для того, чтобы вы оценили, как он играл, как он наслаждался игрой. Доренко, который когда-то, единственный раз в своей жизни, хотел быть честным, это тогда, когда он высказался о гибели Курска, попал в опалу, и дальше ему был запрет на телевидение. Как и многим, кстати, не только Доренко. Но если Леонид Парфюров, например, Шандерович, Сорохина и прочие звезды 90-х как-то нашли себя в другой области и даже добились успехов, Доренко поджал хвост и приперся назад. Вот так же с поджатым хвостом он и прожил до конца. Ему позволили говорить на радио и, конечно же, нужно восхвалять Рейх и Путина, чем он и занимался. Правда, периодически, ну как бы на злобу дня, менял окрас, соответственно, того, кто ему платит. Не скрывал этого, сам себя называл мерзавцем. Империя, катящаяся в пропасть, забирает с собой своих апологетов. И когда я услышал о смерти Доренко, жаль, подумал я, жаль, что не Соловьев или Киселев, ну да бог с ним, одним пропагандистом стало меньше. Киселеву предлагаю задуматься о бренности жизни, ну а Соловьеву хотелось бы на выход, можно без вещей. Туда идут без ничего, только с тем багажом, что заработали при жизни. Посмотрите вокруг России и скажите, где вы видите пустоту, которую надо заполнить в интересах гармонии. Первое, что приходит в голову Украина, сегодняшняя Украина есть зияющая пустота общества и бездонная пустота государства. Сегодняшняя Украина есть территория, население которой занято планомерной деконструкцией своего невезучего государства. Войдя в пустоту, мы послужим интересам гармонии мира, наполним пустое место новой жизнью, породим новую жизнь. Это прекрасно. Говорят, будто в ополчении можно легко встретить русских бывших и ныне действующих военных. Я не удивлен. Что же удивительного, что везде, где востребовано чувство справедливости, со злом и ложью, борются русские добровольцы. Русские добровольцы ехали в Испанию, в Сербию. Что же удивительного, что они на родной своей Украине, нашей милой и любимой Украине. Как это происходит организационно, спросите вы, а вот как. Люди просят в частях отпуск за свой счет. А может ли командование не знать о цели таких отпусков по семейным обстоятельствам? Да, командование может не хотеть знать, потому что не нужно им знать. Считают они это знание вредным и лишним. Должна же быть структура, скажете вы, или структуры, которые обеспечивают организационное прибытие военнослужащих в ополчение. А они есть. Полно у нас всяких патриотических организаций, деятельных отставников. Главный вопрос. Может ли Путин это остановить и прекратить? Нет, не может. Путин не может сказать, что русского мира нет. Что мы должны по приказу американцев оставаться глухими к просьбам о помощи наших братьев на Украине. Путин абсолютно не свободен от своей речи в Георгиевском зале 18 марта. Так что он не может ничего отменить. Он не может ничего запретить. Так что книга судеб уже написана. Медленно, постепенно и неуклонно ирегированный русский мир войдет в пустоту Украины. Мы увидим Устья Днепра. Мы увидим Устья Дуная. А зачем нам Устья Дуная, я забыл? А пригодится. Всего вам доброго.